Добрый вечер! Ну что, будем сегодня устанавливать деловые отношения с едой. Сколько человек готовы установить такие отношения? Четыре. Ждем дальше. Четыре человека уже готовы. Ага, семь. Восемь. Восемь человек готовы установить деловые отношения с едой. Напишите, пожалуйста, как меня слышно. Все ли у меня в порядке со звуком? Так, 12 человек готовы разобраться в том, что такое деловые отношения с едой. И я жду, пока вы мне напишите. Ага, все, написали. Хорошо слышно. Все, замечательно. Тогда я начинаю свой эфир, который я назвала «Деловые отношения с едой». Надеюсь, вы вчера прочитали мой пост, который я назвала «5 принципов деловых отношений с едой». Конечно, может показаться, что звучит немножко высокопарно, как-то по-книжному, да, какие-то деловые отношения с едой. Но вы сейчас поймете, почему я решила уделить этой теме такое большое внимание. И начну я вот с какого предисловия. Многие думают, что еда – это основной инструмент для того, чтобы быть здоровым, активным, жизнедеятельным. То есть от того, насколько качественно мы питаемся, напрямую зависит наше здоровье. Но жизнь показывает и подсказывает, что на самом деле это не совсем так, а точнее это совсем не так. До некоторого времени я тоже была убеждена, что питание – это основная база для того, чтобы быть здоровым, либо нездоровым. Но вот сегодня я хочу привести вам список еще и других инструментов, с помощью которых мы можем быть здоровыми. И в первую очередь это воздух, которым мы дышим. Очень большая разница между теми людьми, которые живут как можно ближе к природе, но хотя бы в сельской местности, и теми, которые живут в мегаполисах и дышат смогом. Очень большая разница. И я это вижу по своим клиентам. И они сами жалуются на это, что дышать невозможно в больших городах. И это очень сильно сказывается на здоровье. Второй пункт, который влияет на наше здоровье – это вода, которую мы пьем. Но это такой факт, с которым уже вообще невозможно спорить. Если бы это было не так, мы бы не ставили фильтры обратного осмоса в наших домах. Мы бы спокойно пили водопроводную воду из-под крана. Но я думаю, сейчас очень мало таких людей, которые готовы смело пить воду из-под крана. Во всяком случае, в моем окружении я таких людей не знаю. Мы все худо-бедны, но стараемся как-то обезопасить эту воду. Все прекрасно понимают, что экология с каждым днем и с каждым годом все хуже. Третий пункт, который влияет на наше здоровье – это солнце. Умение правильно пользоваться солнечными лучами очень сильно влияет на здоровье. Если взять и сравнить двух людей, которые… Один человек проводит все время в закрытом помещении и даже без окон, или с небольшим дневным освещением. И человек, который довольно много времени, но хотя бы несколько часов проводит на открытом воздухе. Разница будет очевидна даже хотя бы в цвете лица. Четвертый пункт, очень важный – это умение пользоваться… Можно назвать это космической энергией, можно назвать это энергией ЦИ, или жизненной энергией, или духовной энергией. Называйте, как хотите, но это тоже важная составляющая для того, чтобы быть здоровым. Пятая составляющая – это физическая активность. Можно питаться очень качественно, но при этом совершенно не быть физически активным. И здоровья от этого точно не прибавится. Еще бы я назвала, наверное, шестым пунктом умение знаний очистительных практик и умение применять их в своей жизни, ну, хотя бы какую-то одну из них. То есть умение разгружать свое тело от накоплений, которые образуются в результате пищеварения, отходов наших, которые накапливаются в теле, и регулярное применение какой-то очистительной практики. Это вот шесть пунктов, которые очень сильно влияют на здоровье. И только седьмым пунктом я бы, пожалуй, назвала питание. Но вот к этой иерархии я пришла не так давно и спешу поделиться этим с вами. Просто очень много доказательств того, что на самом деле кроме еды есть очень много важных факторов, которые влияют на наше здоровье. Так вот, что получается? Если еда – всего лишь один из инструментов для того, чтобы быть здоровым, и он стоит явно не на первом месте, а практически на последнем, то получается, что есть ли нам смысл вообще воспевать и восхвалять еду, есть ли смысл нам петь оду, еде, преклоняться перед ней, делать из нее какие-то отношения к идеальному чему-то, к кумиру. То есть ставить на кон все ради того, чтобы у тебя была самая супер-супер еда. Получается, что нет. Получается, что еда – это всего лишь один из инструментов, с которым нужно на самом деле просто выстроить определенные деловые отношения. И тогда, при условии, что эти отношения удались, мы можем рассчитывать на то, что еда сыграет свою уважительную роль в нашем здоровье, но при этом она не будет доминирующей. Вот в этом списке, который я назвала. Если она будет доминировать, то это опять будут не деловые отношения, а это будут отношения, доведенные до фанатизма или до абсурда, то есть отношения как к кумиру. Поэтому я за деловые отношения с едой. Сегодня я хочу вам расшифровать вот те пять принципов, которые я описала в своем посте. Я забыла вам сказать, что в конце сегодняшнего эфира я подготовила для вас маленький сюрприз. Поэтому я вам советую остаться до конца эфира и услышать, в чем заключается этот сюрприз. Итак, идем прямо по пунктам. Первый пункт, который гласит, что я уважаю свою еду и даю ей полное право самой выбирать время проникновения внутрь меня. Ну, так написано по-книжному, но на самом деле это означает то, что я никогда не ем без чувства голода. Что такое чувство голода? Очень часто люди путают реальное и мнимое чувство голода. Когда мы смотрим на еду и у нас возникает желание ее съесть, то это может сопровождаться различными симптомами. Может просто засосать где-то подложечка, как мы говорим, заурчать в животе. Может просто загореться глаз. Ох, как это красиво, как это вкусно пахнет. Наверное, это можно съесть. Может зародиться мысль о том, что, о, это, пожалуй, полезная еда и, наверное, мне нужно ее съесть. Это будет неплохо для меня. Но на самом деле, самым главным показателем того, что голод реально наступил, что вы готовы сейчас принять эту еду внутрь себя, это выделение слюны. Не забываем о том, что пищеварение начинается во рту. Поэтому первый, самый первый продукт, который выделяется у нас для пищеварения, для расщепления еды, это слюна. Так вот, если вы посмотрели на еду и у вас бешено выделяется слюна, прямо аж брыжит изо рта, это значит, что вы реально голодны и эта еда, сейчас самое время положить ее внутрь себя. Если же вы смотрите на еду и думаете, съесть это или не съесть, то вот это точно уже не показатель того, что у вас сейчас присутствует голод. Поэтому лучше ее не есть, если возникает такой вопрос. То есть, если есть хоть малейшее сомнение в том, что нужна ли вам эта еда, время ли сейчас съесть эту еду, будет ли она полезна, то вот если есть такие сомнения, лучше не есть. Это точно не голод. Что происходит, когда мы едим еду вне голода? Мы насилуем свой организм. То есть, как я уже сказала, если слюна выделяется, организм готов расщеплять эту пищу, усваивать ее уже во рту. Если слюна не выделяется, то когда вы кладете еду в себя, в рот, конечно же, вы инициируете ваш организм расщеплять ее, потому что ему ничего другого не остается. Раз уж положили еду, значит, с ней нужно что-то делать. А что делать? Ну, буду расщеплять. Но если организм не очень готов сейчас к принятию еды, то расщеплять он ее будет с большим трудом. Это значит, что он потратит больше своих ресурсов и больше энергии на то, чтобы ее расщепить. А если он потратит этих ресурсов, времени и энергии больше, то считайте, что вы отнимаете у себя, у своей жизни какой-то маленький кусочек. То есть, вы укорачиваете свою жизнь, вы ущемляете себя в своих ресурсах, которые, конечно же, сказываются на вашем дальнейшем здоровье, здоровье в будущем. Вот что происходит шаг за шагом, если вы шаг за шагом кладете в себя еду вне голода. Поэтому сейчас, когда я вам разжевала этот первый пункт, я думаю, вы теперь каждый раз будете задумываться перед тем, как съесть, а есть ли у вас на самом деле сейчас реальное чувство голода. Второй принцип – это я подписала со своей едой договор о ненападении. Это значит, я не набрасываюсь на еду, а ем ее медленно и торжественно. Ну, это означает то, что, когда мы едим, то пищеварение начинается уже во рту, и уже в то время, когда пища находится во рту, уже в организме начинает выделяться гормон насыщения. То есть, если мы долго держим пищу во рту, мы даем больший отрезок времени для выделения гормона насыщения. Чем длительнее вот этот промежуток времени, когда пища находится во рту, тем быстрее вы чувствуете насыщение. То есть, мы просто идем на обман, на уловку. И если у вас... То есть, если мы быстрее насыщимся, мы положим в себя меньше пищи. А если мы положим в себя меньше пищи, мы получим меньше загрязнений, мы получим меньше, опять же, нагрузки на пищеварительную систему. То есть, мы делаем себе хорошо. А все, что для этого нужно, это просто подольше пожевать пищу, подержать ее во рту, то есть, не спешить с проглатыванием кусков пищи. Вот все очень просто. Все основывается на совершенно простых, таких банальных вещах, как природная способность организма вырабатывать гормон насыщения. Вот теперь, когда вы знаете об этом, я думаю, вы не будете торопиться глотать непрожеванные куски, набивать желудок до размера ведра, растягивать стенки желудка и обрекая себя тем самым на пожизненные огромные порции, которые, конечно же, тоже будут корачивать вашу жизнь, увеличивать ваш вес, приближать ваше нездоровье, вашу старость и... Ну, дальше не будем. Так, третий принцип. Я создала очередность вхождения еды в мой дом. Это значит, не допускаю смешения большого количества разных продуктов в одном блюде. Что это значит? Значит, давайте обратим свои взоры к древним людям. Значит, ну, как это говорят, на заре человечества, да? Туда, когда были еще древние люди, чем они питались? Они питались простой едой, которую могли раздобыть. Раздобыли мамонта, едим мамонта. Раздобыли корешки какие-то из земли выкопали, едим корешки. Нарвали листочков с деревьев, едим листочки. Сорвали ягоды, едим ягоды. Нашли грибы, едим грибы. Я думаю, что, скорее всего, функции простого древнего человека сводились к тому, чтобы вот идти, просто идти, на ходу, по ходу искать какие-то продукты, их употреблять и не смешивать это все в кучу. И только потом, когда люди уже научились разводить огонь, готовить пищу, запасать пищу, хранить ее, смешивать, готовить какие-то различные блюда, использовать специи, пряность и так далее, и так далее, и так далее, пища стала очень сложной. Конечно же, организм приспособился усваивать сложную пищу, но куда ему деваться, если его ставят такие условия. Организм в любом случае всегда хочет жить и выживать, поэтому он делает все, чтобы выживать. То есть он активно перерабатывает ту пищу, которую в него положили, и будь она хоть трижды, четырежды сложная, он все равно будет ее расщеплять. Вопрос только в том, опять же, насколько сложно или просто ему это делать. Поскольку мы говорим о натуропатии, о естественном питании, о естественном оздоровлении, то мы должны все время думать о том, как бы нам упростить задачу по пищеварению. Поэтому я стараюсь, чтобы у меня в одном приеме пищи не было слишком много, как говорят, седьмая перемена блюд, восьмая перемена блюд, как это было там в царском дворе, когда за стол подавались первое, второе, третье, четвертое, блюда менялись, люди набивали свои животы, потом неизвестно, как они все это переваривали. Вот я стараюсь, чтобы пища была как можно более простой и чтобы она поступала в мой желудочно-кишечный тракт поочередно. То есть, допустим, я не делаю салат оливье, да, я просто могу съесть сначала, скажем, салат из огурцов с зеленью, предположим, да, с зеленым луком, позже я могу съесть, к примеру, яйца, да, или что-то в этом роде. То есть, мне удобнее, и я поняла, что это проще для моего организма, если я делю сложное блюдо на простые составляющие и ем их по отдельности. Мне это проще, моему животу так приятнее, и я вижу, что у меня при этом остается больше энергии, и я чувствую легкость. То есть, когда я ем смешанное тяжелое блюдо, я чувствую, что мне тяжело, и мне хочется лечь и поспать. Если же я упрощаю это блюдо, то мне легко, и я могу работать, я могу совершать разные физические нагрузки и так далее. Вот в чем заключается принцип очередности вхождения еды внутрь меня. Четвертый принцип это соблюдение субординации. То есть, первой заходит самая легкая еда, далее по нарастающей степени тяжести, и каждый вид еды в желудочно-кишечном тракте сам по себе. Этот пункт, он немножко привлекается с третьим, но я сейчас объясню, в чем тут разница. Вы прекрасно понимаете, что наш желудочно-кишечный тракт, начиная с рта и заканчивая анусом, это есть единая трубка. Она, конечно, не имеет вид трубки, она состоит из различных сегментов, переходящих друг в друга, она имеет различную форму, то есть, понятно, что тонкий кишечник есть, есть толстый, есть желудок, есть пищевод, рот и так далее, и так далее. То есть, есть пищеварительная система, но которая все равно в итоге представляет из себя трубку, как ни крути, еда вошла, еда вышла в переваренном виде. Все, это трубка. Значит, смотрите, главный, самая главная особенность этой трубки, что в ней обгон запрещен, точнее, он невозможен. Если взять трассу, едут машины, есть машины быстрые, спортивные, гоночные, есть машины медленные, какие-нибудь там чихпых, грузовички такие, какие-нибудь старенькие. Конечно, спортивная машина может обогнать грузовичок, потому что трасса широкая и можно обгонять. Это предусмотрено правилами этой трассы, правилами движения. Но наш ЖКТ не имеет такой возможности. Там обгон невозможен. Есть еда разная, есть еда, которая очень быстро усваивается, расщепляется и идет по желудочно-кишечному тракту. Есть еда, которая тяжело усваивается, тяжело расщепляется и медленно идет. Примеры вы прекрасно знаете. Скажем, фрукты, овощи, сырые, это очень быстрая еда и легкая. Мясо, картошка, макароны, каша, это более тяжелая еда, которая медленно расщепляется, долго усваивается, еще более медленно и долго идет по кишечнику на выход, а иногда даже там и застревает в случае запоров. Поэтому я соблюдаю важный закон, я впускаю вперед, то есть в начале дня я впускаю в себя свой желудочно-кишечный тракт, легкую еду, которая быстро расщепится и быстро пойдет на выход. Следом за ней, другим приемом пищи, я запускаю чуть-чуть более тяжелую еду, еще следующим, еще более тяжелую. Таким образом у меня соблюдается субординация. У меня никто друг другу не мешает. Легкой еде никто не мешает быстро пройти на выход и она свободна и выходит, а тяжелой еде никто не мешает спокойно перевариваться в том в тех ферментах, в том комке, который собственно был создан в ЖКТ именно с упором вот именно на этот продукт. Потому что для разных продуктов нужны различные ферменты. Давайте не будем путать наш организм, заставляя его вставать в ступор и думать, а какой же фермент ему выделить в первую очередь, чтобы расщепить вот эту трудную массу, которая образуется в результате смешения еды. Съели утром кашу, потом бросили фрукт, потом съели котлету, потом залили каким-нибудь компотом, потом макароны, а потом снова фрукт и творог, а потом еще яйца. И вот так в течение дня мы мешаем тяжелую еду с легкой, у нас хаос образуется в ЖКТ, там не может быть и речи о чистоте, не может быть и речи о нормальном пищеварении, о нормальном стуле, о нормальной микрофлоре и о хорошем здоровье. Вот я вам расшифровала четвертый свой принцип. И пятый принцип. Он гласит, я люблю свою еду, но не довожу любовь до фанатизма. Это значит умеренность без переедания. Это наверное такая очень важный принцип, потому что далеко не всем удается поддерживать умеренное питание. Мы очень часто переедаем, мы склонны переедать. Я знаю, что это такое, я и сама всегда всю жизнь переедала. У меня был девиз ешь пока не распухнешь или пока вот здесь не встанет. особенно если это в гостях. Всегда была манера наедаться про запас, наедаться в такой степени, что уже штаны приходилось расстегивать, поэтому знаю, о чем говорю. Сейчас, конечно, картина совершенно изменилась и в чем прелесть такого легкого недоедания в том, что опять же мы не насилуем свою пищеварительную систему, мы даем возможность своему организму оставить нам еще энергию для жизни. Часть энергии он потратит на расщепление этого количества еды, которую вы ему дали, а большую часть энергии, которую вы ему освободили, он даст вам на вашу жизнь. И вы не будете хотеть спать после приема пищи. Вы будете всегда бодры, жизнерадостны, активны, энергичны, спортивны, потому что не будет перегрузки пищеварительной системы. Это дается не сразу, это приходит со временем, но это приходит, если все время работать в этом направлении. Я всегда говорю своим клиентам, которые едят большие порции, уменьшайте порции постепенно. Я и вам уже говорила, потому что вы уже неоднократно были на моих эфирах, и вы знаете, что нельзя резко уменьшать количество съедаемой еды, потому что ваш организм вас не поймет, вы не сможете договориться, как это так, вчера давали полкило еды, а сегодня дали 200 грамм, что это такое, что за безобразие, будет возмущение, будет несогласие ваш организм с вами, поэтому уменьшайте постепенно, хотя бы по одной ложке в неделю, и постепенно вы придете к уменьшению размеров своего желудка, и вот к той самой легкости, о которой я говорю. Вот они пять принципов такого очень здорового подхода в отношениях с едой, подхода к еде, к питанию, и если вам это все откликнулось, то, что я сейчас говорила, если вы начнете это все потихоньку применять в своей жизни, в своем питании, я уверена, что вы в скором времени уже получите свои результаты. будет здорово, если вы себе куда-нибудь запишете или сохраните эти принципы, потому что время от времени вы будете на них поглядывать и реанимировать в памяти, что я вам сегодня сказала. Может быть, конечно, вам покажется, что я говорила несколько смешно и по-детски, и облекла это все в какую-то такую выгружечную форму, ну, как будто мы тут типа, да, какие-то машинки играем, кто-то кого-то там обгоняет, но на самом деле мне не хочется быть скучной, мне не хочется быть занудной, мне хочется, чтобы информация легко доходила, чтобы она как-то цеплялась вот там за мозги, потому что знаю сама, когда хочешь послушать какую-нибудь умную лекцию, находишь какого-нибудь умного лектора, но если там эта лекция идет таким занудным языком и с терминами всякими специфическими, умными, научными, то очень быстро я засыпаю под эту лекцию и мне не удается прослушать ее ни за раз, ни за два раза, ни за неделю, а потом я забываю про эту лекцию и в итоге информация уходит, хотя вполне возможно, что в этой информации было много полезного, то, что мне бы, может быть, пригодилось, так что просто хочу как можно больше легкости, чтобы было в форме подачи моей информации, моего материала. Так, полчаса я проговорила, я оставляю время на вопросы, сейчас вы пока пишите ваши вопросы, то, что вы хотели бы у меня спросить по питанию, все, что касается питания, любые вопросы, я буду на них отвечать. И пока вы пишите ваши вопросы, я вам скажу сначала об этой акции, которая сейчас проходит, и потом о своем маленьком сюрпризе, который я приготовила. Итак, сейчас, эту неделю у меня проходит акция. Продаю курс по питанию, его полное название звучит как выздоравливающее питание, он стоит 1900 рублей, я продаю его эту неделю за 999 рублей, и это будет длиться только одну эту неделю. воскресенье акция закончится. Подарком к этой акции, да, сам курс, что он на себя представляет, это 16 видео уроков, в которых я высказываю свое видение оздоравливающего питания, то есть питание, которое приводит к оздоровлению организма. Как питаться, чтобы быть здоровым. Эти принципы выдуманы не мной, я, конечно же, их тоже принципы оздоравливающего питания, я, конечно же, их черпала и из различных источников, которые я изучала натуропатических, эти принципы я подтверждала и своим практическим опытом, поэтому убедилась в их действенности, поэтому я изложила в этом курсе свое видение и свой практический опыт того, какое же питание на самом деле приводит к оздоровлению. И подарком к этому курсу является мини-тренинг гимнастика для лица. Если вы помните, то, по-моему, пару лет назад я участвовала в марафоне по омоложению лица под руководством Елены Бахтиной. Я научилась упражнениям, которые мы делаем для омоложения лица. Не могу сказать, что я регулярно применяю для себя эти упражнения, но периодически что-то я делаю. Я записала свой мини-курс, который не является точной копией курса Елены. Это просто несколько упражнений, которые мне показались наиболее эффективными, наиболее простыми и безопасными. Я сделала семь видео-уроков, обрекла их в форму видеокурса гимнастика для лица и сделала этот курс подарком каждому, кто покупает курс оздоравливающего питания. Оба курсы доступны пожизненно, то есть покупая один курс, вы получаете доступ к обоим навсегда. И я думаю, что это неплохое вложение, а если учесть, что сейчас идет акция, то вложение неплохое вдвойне. так, по курсу я сказала, и теперь, да, заявочки, пожалуйста, в директ, чтобы ознакомиться со страницей презентации курса, можно зайти по ссылке в шапке профиля в мой каталог здоровья, в котором наряду с этим курсом по питанию есть еще и другие мои продукты. Вы можете ознакомиться на страничке презентации с этим курсом, но заказывать его нужно не через страницу презентации, потому что там стоит полная стоимость 1900, а через директ, где я буду вам давать просто отдельно реквизиты, и после оплаты вы получаете доступ в личный кабинет к этим двум курсам. И теперь маленький сюрприз, который я вам обещала, что дам в конце эфира. Значит, вы, не знаю, знаете вы или не знаете, у меня есть такая услуга, как единоразовая консультация, что она из себя представляет. Эта консультация большая, по времени она неограничена, она может длиться час, два, три, неважно, зависит от того, насколько клиент готов общаться, да, и насколько он готов о себе рассказывать. Заполняется анкета, клиент заполняет анкету, после этого мы встречаемся по видеосвязи, может быть, ватсап, вайбер, скайп, где-нибудь, и мы беседуем. Я узнаю запросы клиента, его проблемы, его цели, что он хочет, собственно, да, зачем он пришел на консультацию, и по итогу этого разговора и этой анкеты я составляю человеку программу на полгода, основанную на коррекции питания, и, если потребуется, каких-то манипуляциях по очищению, если это потребуется. Таким образом, человек получает план программы по питанию и по очищению, если нужно будет, на полгода, расписанную очень подробно, по месячным месяцам, и отправляется в самостоятельное плавание, то есть работает по этой программе самостоятельно. Все это называется единоразовая консультация, она стоит 2500 рублей. сюрприз. А, и еще у меня есть книга, которую тоже вы наверняка знаете, она называется «100 простых и вкусных рецептов, которые мне помогли перейти на естественное питание». Так вот, а, книга стоит 800 рублей. Так вот, сюрприз заключается в том, что если вы сегодня и завтра, то есть есть время до завтрашнего вечера, заказываете у меня эту консультацию, единоразовую, то, во-первых, вы заказываете ее не за 2500, а за 2000, это первый сюрприз, и второй сюрприз, вы получаете в подарок мою книгу «100 рецептов», которая на самом деле стоит 800 рублей, но вы получаете ее в подарок, если вы заказываете у меня сегодня или завтра единоразовую консультацию, которая обойдется вам в 2000 рублей, и в результате которой вы получите по итогу нашей с вами беседы программу на полгода. Вот. В этом мой вам сюрприз, и сейчас я отвечаю на вопросы. Так, у меня много фруктов, и я их постоянно жую до обеда, может, это вредно в таком количестве. Все дело в том, как они на вас влияют. Если вы их жуете до обеда, и вам от этого хорошо, и вес у вас не растет, и стул у вас хороший, и настроение у вас в норме, значит, это для вас хорошо. Если же есть какие-то проблемы, значит, что-то все-таки не так, и нужно что-то поменять. На самом деле, фрукты не могут быть вредными, даже в большом количестве, если организм готов их усваивать, если он их воспринимает благостно, и нет противоречащих факторов, таких как панкреатит, гастрит, может быть язва, или что-то в этом роде. То есть, если все хорошо и спокойно воспринимается, и при этом у вас все нормально с пищеварением, значит, все хорошо, все правильно. Как вы относитесь к консервированным овощам? Не очень, не очень. Я раньше в бытность еще в ту дальнюю много, конечно, консервировала всяких там огурцов, и помидоров, и всяких там салатов, но теперь я прекратила это делать, просто я для меня консервированные овощи это мертвые овощи, то есть, это продукт, который не несет в себе никакой уже пользы. Ну, какая там польза? Плетчатка там убита, там, скорее всего, сахар, там, что там, витамины там убиты, ну, микроэлементы тоже. В общем, там пользы нет, там есть просто какой-то балласт, который, наверное, скорее всего, вызовет брожение в кишечнике, поэтому интересно для меня они не представляют. Я могу их иногда, как в каком-то, там, в разовом варианте использовать, где-то, ну, просто по каким-то там, в крайних случаях, но в постоянном питании у меня консервированных овощей вроде бы нет, по-моему. даже горошек консервированный и кукурузы, они как-то редко встречаются. В основном стараюсь есть свежие. Так. Когда вы едите фрукты, отдельно от основного приема пищи или одновременно, обязательно отдельно, и для меня фрукты, это самый такой специфичный или специфический, как правильно сказать, специфический, наверное, да, продукт, который вообще нельзя ни с чем смешивать. Ну, если только с жирами, вот с жирами еще можно. И то, если это нормально воспринимается организмом. Фрукты я ем только утром до тех пор, пока не съедена какая-то более тяжелая пища. вареная пища или там что-то связанное с животным белком. То есть, вот пока я не съела вареную пищу, я могу есть фрукты, но если только я съела какой-нибудь суп или там картофель, все, больше я фрукты в этот день уже не ем. Я видела там где-то в начале сам был вопрос, сколько у меня приемов пищи в день, сколько раз в день я ем. Но вот сейчас я подошла к тому, что у меня где-то три приема пищи основных, и причем последний примерно в 16 часов, 15-16 часов. Больше я не ем. Не потому, что я себя специально морю голодом и там хочу соблюсти какое-то голодное окно, да, интервальное голодание, как это сейчас модно говорить. Нет, просто так сложилось, у меня уже так работает система, что я не хочу есть после 16 часов. Я насыщаюсь, у меня такой обед-ужин примерно в 15-16 часов, и этого насыщения хватает до утра. Максимум, что я могу, это просто попить чай с медом вечером, если захочется. Вот. Так, еще я вопросы где-то видела, какие-то. Как вы понятно и завораживающе объясняете? Да, я стараюсь, чтобы было все понятно по максимуму. молочку творог можно с утра есть? Ну, смотрите, творог это животный белок. Творог это животный белок. Это продукт, который тяжело расщепляется, будет долго усваиваться, и если вы готовы к тому, что после творога вы уже больше не будете в этот день есть фрукты, например, то вы можете начинать день с творога, но тогда у вас следом должны идти сырые овощи, для того, чтобы ускорить процесс пищеварения, и соскрести ту самую слизь, которая будет образовываться в результате переваривания творога. тут такая специфика. Творог это слизеобразующий продукт, причем не только в кишечнике, но еще и в других частях тела, в частности в голове много слизи образуется, поэтому тут нужно понимать, что это будет утяжелять пищеварение этого дня, поэтому питание этого дня нужно уже выстраивать особым образом, чтобы не было вот этого столкновения в кишечнике продуктов с разной скоростью усвоения. Как вы относитесь к молочным продуктам? Раньше я их очень любила все, и молоко, и творог, и сыр, и мороженое всякое, йогурты всякие, все это я любила и ела в большом количестве, но когда я узнала, что это образует много слизи, в голове, и когда я узнала, что мой хронический насморк является следствием моей взросленности на молочке, я решила, что буду ее убирать. Я резко убрала молоко, я постепенно убрала творог, или творог, как правильно, не знаю, я постепенно убрала сыр, всякие йогурты, сырки и прочее, прочее. до последнего времени у меня оставалось в питании сметана и сливочное масло, но вот в последние несколько месяцев я замечаю, что у меня какое-то уже даже отвращение к сметане пошло, причем я действительно не кривлю душой, вот реально, я когда ем, вот молоко в меня сейчас вообще не впихнешь, у меня к нему отвращение, творог тоже, вот как-то вот тяжело мне не лезет он, сыр, я могу иногда съесть кусочек козьего сыра, в котором нет казеина, вот этого тяжелого коровьего казеина, который именно вот тяжело усваивается и вступает в конфликт с белком человека, вот, но вот сметана почему-то стала мне тоже вызывать какое-то отвращение, я вот чувствую как будто бы запах коровы, и меня это отшибает, в итоге у меня сейчас осталось только сливочное масло, которое я не ограничиваю, я могу на нем готовить, я могу его добавлять в готовое блюдо, мне оно нравится, мне оно хорошо заходит, и вот это жир, это вот прям вот чистый-чистый жир, особенно если это натуральное сливочное масло, ну, такое, от частника, да, в котором нет никакой химозы, там, растительных масел и так далее, и вот к таким жирам, как к сливочным маслу, я очень положительно отношусь, очень, они благотворно влияют на здоровье, особенно на здоровье женщины, на состояние кожи, ну, и всех остальных процессов, пищеварения, дыхания, усвоения жиростворимых витаминов и так далее, так что, с молочкой у меня вот такие вот дела, едите ли вы супы, борщи с хлебом или без? Да, супы ем, борщи ем, с хлебом или без, по-разному, ну, раньше всегда было с хлебом, попозже у меня к хлебу как-то тоже я охладела, сейчас очень часто ем без хлеба, чаще, чем с хлебом, но если и ем хлеб, то какой-нибудь там совершенно небольшой кусочек какого-нибудь бездрожжевого и то только ради того, чтобы положить на него какую-нибудь приличную горку, допустим, моркови по-корейски, например, или какой-нибудь там пасты с чесноком, например, там баклажан, кабачковая икра, допустим, самодельная с чесноком, с острым, или какая-то аджика домашнего приготовления, вот что-то нужно такое мне острое намазать на хлеб, тогда я его ем, а так вот такой тяги к хлебу, как раньше, у меня уже теперь нет. Так, кокосовое молоко полезно? Используюсь? Да, кокосовое молоко, вообще все кокосовые продукты очень полезны, и масло, на котором можно жарить, и которое можно так употреблять, и молоко, и сливки, и мякоть кокоса, все это очень полезно, молоко я использую, я, правда, его не покупаю, я его готовлю сама из кокоса, но, правда, не так часто, может быть, ну, настолько, насколько там бывают кокосы по нормальной цене в магазине, я, ну, особенно вот зимой, молоко я использую часто, и масло кокосовое тоже. Как полюбить кабачки сырыми? Да, вопрос такой интересный, во-первых, кабачок должен быть совершенно молодым, молочной спелости, тогда у него приятный вкус, если он переспел, он будет уже невкусный, и как бы вы ни старались, вы не сможете его есть сырым, ну, я просто пробовала, я знаю, поэтому он должен быть совсем молоденьким, прям вот, прям вот таким, вот, и второе, это делать к нему вкусную заправку, либо на основе растительного масла, лимонного сока и мёда, например, да, либо добавить что-то острое, допустим, жгучий перец, либо это какой-то сметанный может быть соус, на основе, скажем, сметаны с чесноком, с укропом, вот что-то такое, да, то есть это должно быть что-то такое пикантное, вкусное, ароматное, какие-то ароматные масла, может быть, со специями, тогда это можно будет съесть, либо просто трёте кабачок и добавляйте в какой-то вкусный салат, положим, сделали салат щётку, из капусты и моркови, там и яблоко, предположим, да, добавьте туда тёртого кабачка, он там растворится, он будет незамеченным по вкусу, но свою пользу принесёт, ну вот, так, откуда вы набираете в рационе белок? Я набираю белок из белка, я ем как растительный белок, так и животный белок, я ем рыбу, я ем яйца, я ем мясо, поэтому у меня с белком всё в порядке. Да, я понимаю, откуда такие вопросы, потому что, когда речь идёт об очищении по огня, и когда речь идёт о естественном питании, люди думают, что если я следую вот этим направлениям, то я исключаю из своего питания животный белок, потому что эти направления как раз и советуют, рекомендуют избегать животного белка. Но я напомню вам, что если вы читали Марву Агонян, она пишет в своей книге «Экологическая медицина», что среди перечня продуктов, которые она рекомендует, овощи, фрукты, всё такое растительное, там в конце этого перечня стоит яйца и рыба. Поэтому здесь тоже нельзя фанатично отказываться от животного белка, даже если вы считаете, что он вас загрязняет. На самом деле я убеждена, и я теперь уже понимаю это вот на своём собственном практическом опыте, что животный белок может загрязнять только в том случае, если мы едим его чрезмерно, злоупотребляем, делаем неправильное смешение, то есть с неправильными продуктами смешиваем и не даём себе периодически от него отдыхать. Вот тогда он может быть злым, он может нас загрязнять и он может приносить нам какие-то пагубные последствия. Если же мы всё делаем в меру, грамотно, правильно, умеренно, то будет только польза. По калориям считаете? Нет, калории не считаю, это уже вообще прошлый век, никто не считает калории сейчас. Это абсолютно... Дело не в том, сколько калорий, дело в том, какого качества эти калории, и вообще калории, они не привязаны к средствам оздоровления, связанным с натуропатией, поэтому мы не говорим о калориях. Замораживаете ли вы овощи и ягоды? Да, я сейчас практически всё замораживаю, я купила даже специально морозильную камеру большую, и думаю, что, наверное, придётся ещё одну покупать, потому что мне не хватает. Я замораживаю всё, я замораживаю зелень из огорода, из дикорастущую, замораживаю ягоды, овощи, там, может быть, могу фасоль стручковую заморозить, перец заморозить, что ещё можно заморозить, грибы можно заморозить, если ты там собрал их в лесу. Вот. Это самый, я считаю, такой, здоровый способ заготовки. Как насчёт каш? Какие вы готовите? Вот насчёт каш тоже у меня случилась метаморфоза. Я раньше была большим любителем каш всяких разных, овсянка, гречка, манка, рис, перловка. И ела их в большом количестве, каждый день практически у меня была какая-то каша. Что случилось сейчас? Просто удивительные вещи происходят. Ушла тяга к кашам. Опять же, наверное, потому что моя пищеварительная система выбирает те продукты, которые ей легче усвоить. И из этого она уже получает всё необходимое. То есть, это растительная пища, это растительные и животные жиры, и это некоторое количество животного белка. Вот это, по сути, три основных компонента, из которых состоит моё питание. С одной стороны, это может быть даже может показаться на кето, но это не кето, потому что углеводов у меня достаточно присутствует. То есть, в виде фруктов я получаю довольно много углеводов. И всё-таки у меня присутствует крахмалистая еда. То есть, это и картофель, это и какие-то там варёные, да, там бобовые и всё такое прочее. Это всё присутствует. Я от каш, в принципе, не отказываюсь. Я, если мне будет голодно, и если у меня ничего другого не будет, а тем более, если это будет зима, да, зимой чаще хочется каши, я легко съем кашу, любую, абсолютно любую. И я нормально к ним отношусь. Но вот почему-то у меня к ним пропала охота, любовь, тяга. А вот тем, кто находится на стадии снижения веса, то есть, кто хочет активно снижать вес, у кого много лишнего веса, я советую к кашам относиться немножечко насторожённо. То есть, на первое место лучше ставьте какие-то термообработанные овощи, там, те же овощные рагу, супы, может быть, бобовые, что-то такое, да. Но вот каши немножко подальше, потому что это не совсем естественный продукт. Это крахмалы, это углеводы. Да, они медленные углеводы, да, они сложные, но это всё-таки крахмалы, которые получились из злаков, да, из зёрен. То есть, злаки, зёрна, это не совсем естественная еда для человека. просто мы приспособились её кушать, употреблять и усваивать, да. Вот. но в плане снижения веса каши не очень хорошо работают, поэтому их немножечко на второй план. Хотя я никогда не говорю, что убирайте каши, не ешьте каши. Нет. Они имеют полное право на существование, но опять же, смотря в каком количестве, в каком качестве и как часто. Вот так. И в какое время дня. Не знаю, куда можно использовать боярышник. Подскажите, используете ли. Ну, если речь идёт о садовом боярышнике, он очень вкусный, я его просто ем, когда он спеет. Либо просто можно его там сушить или заморозить, а потом делать с него какие-нибудь там компоты или настои, да. Вот. А если это дикий боярышник, то я думаю, что нужно его сушить и использовать его в различных там травяных настоях, травяных чаях. То есть, когда мы делаем сборные чаи, какие-нибудь витаминные сборы, очень хорошо его там использовать. Муж также питается. Ну, в принципе, по такой же схеме, по такой же системе, но только у него есть ещё дополнительный приём пищи с животным, белком, потому что он больше работает физически. Я-то больше умственно, но ему нужно больше еды, потому что он мужчина и потому что он много работает. Так, по-моему, все вопросы я ответила. И у нас время уже подходит к концу. Я очень рада, что сегодня вы присутствовали на моём эфире, что вы слушали мою пространную речь. Не знаю, насколько я смогла там до вас донести свои идеи, но надеюсь, что всё-таки что-то было полезного. Ещё раз напоминаю, да, что идёт акция, неделя идёт акция продажи курса за 999 рублей вместо 1900. и идёт акция сегодняшний вечер и завтрашний день на покупку моей индивидуальной инсультации со скидкой плюс в подарок моя книга 100 рецептов. Всё, на этом я завершаю свой эфир. Спасибо всем, кто присутствовал. Последний вопрос. Занимаетесь тренировками в течение недели? Да, я занимаюсь тренировками. Это, 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 считаю, что это очень необходимо любому человеку хотя бы с самыми минимальными тренировками, но заниматься. Да, эфир сохранится. Прямо сейчас займусь этим. Всё, благодарю всех. Всего доброго. До новых встреч, друзья. Продолжение следует...